здрасте здрасте все телезрители афонтова канала и конечно же подписчики на канале youtube на моем канале голова садовая тетя тани сегодня страшная тема я вас сегодня буду пугать а вот чтобы вас напугать я вам расскажу простую сказку про картошку и про нематоду которая ее просто обожает вы должны понимать что вы делаете что делать можно а чего нельзя и как вовремя остановить это зверище которое всего 2 миллиметра круглый червячок для того чтобы урожай картофеля все-таки соответствовал вашим желаниям вот в идеале картошка должна выглядеть вот так вот он середина августа конец августа на зеленая она отцветает вот у некоторых чешутся лапки вот прям чешутся они подходят и обрывают ей цветы посмотрите вот маленький совсем побег да она цветет остальные вот вот это отцвело и никто здесь цветы не срывал и правильно сделал потому что после цветения ровно через неделю начинается увеличение клубня картофеля но может это выглядеть и не так если у вас на сегодняшний день а вообще в идеале на второе августа вместо такой зеленой массы стоят сухие стебли это значит вас посетила нематода золотистая нематода которая поедает корни картофеля мочковатые корни у картофеля два вида корней столоновые на которых крепятся картошки и мочковатые которые ее питают и поет так вот эти вот корни мочковатые которые питают и поет они имеют маленького наездника на этом корне вредителя который этот корень съедает представьте себе что самочка нематоды всего-навсего 2 миллиметра круглый червячок в ее оболочке она называется циста когда она оплодотвориться и немножко как бы так обмякнет вот тогда ее называют цистой и в этой цисте находится от 50 до 1200 деток и как только появилось растение хозяин вот тогда открывается на носике у этого круглого червячка такого маленького вот этот хитиновая оболочка и оттуда вываливаются просто ну представьте сотни этих маленьких вредителей и каждый из них ищет свой корешок и начинает все это есть и ваша картошка естественно не имея корней которые кормят и поет она засыхает не просто желтеет а именно засыхает если такое горе случилось есть конечно меры борьбы способы например выкопать эти кусты и залить эти ямы после картошки а их надо сделать на глубину сантиметров 40 залить хлором до такой концентрации потому что это бестия если ее кипятить в кипятке 100 градусов 20 минут она вряд ли погибнет вы не можете этого сделать на поле вот скажите мне какого блин не знаю как даже сказать вы что не можете картофельные делянки менять местами ежегодно с овощами это что великая проблема да садите вы грядками грядка картошки грядка лука грядка какая разница грядка помидор подальше но разницы нет вот если бы вы это делали тогда вряд ли вообще появилась бы этот вредитель но если вы этого не делаете и вашим полю 20 лет и там все время картофель уже через три-четыре года появляется этот вредитель и с этим трудно бороться а вот как бороться чтобы картошка оставалась такой зеленый да на самом деле все просто севооборот то есть а меняем местами овощи с картофелем но есть еще один способ вот у меня в руках пакетик замечательная штука которая называется рожь азимая рожь почему азимая да потому что сеется она под зиму но ваша задача не просто под зиму а до 15 сентября картофель должен быть убран поле не обязательно вспахивать трактором хотя чтобы избавиться от проволочника обязательно отворачивая пласты и до 15 сентября посеять вот эту замечательную культуру это сидират но кроме того что она не просто оздоровит почву а зеленая ее масса накормит почву она просто выгонит нематоду как нужно сеять вот у меня в руках примерно столовая ложка да вот эту столовую ложку делим пополам смотрите вот так зачем мы это делаем вот эта половина будет сеяться поперек квадратного метра а это с другой стороны то есть на один квадратный метр расход будет одна столовая ложка это же достаточно мало и не так это дорого этот пакет стоит 24 рубля начало сеем вот таким образом да и вот квадратный метр мы должны как бы захватить а теперь встанем вот так поперек посеянному и будем сеять вот так я надеюсь видите достаточно густо она ведь тоже кустистая она же не в одну там зеленочку вылезет но вот этого пакета достаточно чтобы засеять и эту делянку и верхнюю делянку здесь кстати идеальная картошка здесь нету ничего что могло бы привести меня в смущение всегда ваша тетя таня и такая злая получилось сегодня ну уж терпите куда вам деваться